Новогодние праздники в Бресте и области прошли ярко и красочно. Всего в городе и регионе было организовано более 370 тематических площадок. Все это время, пока горожане отдыхали, слушали хорошую музыку, танцевали, их безопасность обеспечивали правоохранители. Как итог, ни на одном из официальных мест массовой гулянии происшествие не зафиксировано. В новогоднюю ночь сотрудники патрульно-постовой службы несли службу до 5 утра. Вот такие меры, которые были организованы в новогоднюю ночь, меры безопасности повышенной, дали положительный результат. В местах проведения массовых мероприятий в новогоднюю ночь происшествия и преступления не допущены. На территории Брестской области было организовано 374 таких мест и в городе Бресте 19. К сожалению, 15 человек эту новогоднюю ночь встретили в специальных изоляторах медицинских, которые были доставлены для вытрезвления. Они себя вели неадекватно, не ориентировались, были в состоянии сильного алкогольного опьянения и были доставлены для вытрезвления. Большая работа в преддверии Нового года Рождества проводилась и спасателями области. Кроме посещения домовладений одиноких и престарелых граждан, особое внимание уделялось мониторингу объектов, реализующих пиротехническую продукцию. В целом, в новогоднюю ночь произошло три чрезвычайных ситуации. В эти дни служба по чрезвычайным ситуациям области работает в усиленном режиме. В новогоднюю ночь на территории Брестского региона зарегистрировано три пожара, в результате которых огнем повреждено одно строение, а также спасен один человек. За 45 минут до полуночи, до наступления Нового года, пожар произошел в деревне Спорова Березовского района. Горел нежилой дом, используемый под дачу, принадлежащий мужчине 1970 года рождения. Огнем повреждено перекрытие, никто не пострадал, причина происшествия устанавливается. Все службы в эти дни продолжают держать руку на пульсе, и для этого есть несколько оснований, одно из которых – переменчивые погодные условия. Сотрудники госавтоинспекции и синоптики призывают граждан быть более бдительными, осторожными, планировать поездки заранее, а также внимательнее относиться к себе и своим транспортным средствам.